Бельская полиция пытается уничтожить Бельский футбольный клуб «Заря». С таким заявлением выступил муниципальный советник Николай Григоришин, являющийся генеральным директором клуба. По его словам, полиция в лице следователя Игоря Бодруга стала интересоваться источниками финансирования «Зари», а также тем, почему футболисты проводят тренировки на муниципальном стадионе. Сегодня у нас возникли вопросы у нашего инспирата полиции, на каком основании футбольный клуб «Заря» находится на нашем городском стадионе. Вот я всех болельщиков призываю футбольного клуба «Заря», чтобы они, наверное, пришли и ответили полиции, нужен в Бельцах футбол или не нужен. А на каком основании находится футбольный клуб «Заря»? Я хочу вам ответить на основании договорных отношений. А то, что футбольный клуб «Заря» взял в аренду муниципальный стадион, платит за него аренду, с этих денег имеют зарплату работники стадиона, коммунальные платят футбольный клуб «Заря» и также платят аренду поля. И вот инспекторату, вот эта вот бумажка, вот интересно прям, на каком основании находится футбольный клуб «Заря». И дети, которых содержит футбольный клуб «Заря» и «Ренат Усат» и 200 человек, как он их содержит? Вот мне интересно, этот полицейский комиссариат не хотят поучаствовать в воспитании наших футболистов? Бодрук. Бодрук его фамилия, да? А, Бодрук, вот инспектор Бодрук, и он Бодрук. Вот ему очень интересно, может футболисты «Зари» и болельщики «Зари» из «Бельц» возьмутся за руки и придут к этому Бодруку? Уважаемые горожане, уважаемые болельщики «Зари», уважаемые футболисты «Зари», сегодня инспекторат полиции интересует, как вы стали футбольным клубом «Заря». Сегодня интересует, на каком основании вы находитесь на муниципальном стадионе, почему вы там тренируетесь, также здесь запрашивается, на каком основании вы играете свои календарные игры и кубковые игры на стадионе «Олимпия». Вместо того, чтобы товарищ Бодрук занимался этими фашистами и мошенниками, которые крали город до 2015 года, рынки, Апоканал, ЖКХ, товарищ Бодрук решил заниматься сегодня футбольным клубом «Заря». Так вот, я скажу товарищу Бодруку, что футбольный клуб «Заря» финансируется полностью из фонда Рената Усатова, а не финансируется от мошенников или от Шора, который украл миллиард. Понимаете, товарищ Бодрук? Поэтому, если вы хотите заниматься служебными расследованиями, я вам посоветую поднять уголовные дела, которые пылятся сегодня на полках в рамках отмывания денег на водоканале. Там миллионы лей. Также в ЖКХ и на объединение рынков. Вы знаете, наверное, товарищ Бодрук, что на объединение рынков выручка увеличилась на 9 миллионов. Пойдите и посмотрите, что делал раньше товарищ Мельник на рынке, будучи директором, или что делал товарищ Маху, будучи вице-примарем, почему он не осуществлял должный контроль над своими подчиненными. Спасибо, товарищ Бодрук. Привет от футбольного клуба «Заря». Напомним, что в здании примарии Бельц объявили голодовку более 20 муниципальных советников нашей партии. Они решились на крайнюю меру в знак протеста против произвола республиканских властей в отношении Бельц. Одно из требований голодающих – прекратить террор и репрессии, которым подвергаются муниципальные советники нашей партии и их родственники. Местный избранник Николай Григоришин ранее заявлял, что плохотнюк любыми путями хочет вернуть Бельца обратно под свою власть. Их главная задача – развалить совет, чтобы установить там свое большинство и избрать своего вице-мэра. Пойти по такому же пути, как в Кишиневе. Они рвутся обратно в город, заявил на днях Николай Григоришин. Голодовка продлится до пятницы 19 января, когда советники планируют провести заседание муниципального совета и проголосовать за проведение референдума о вотуме доверия мэру Ринату Усатому.